Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана и сегодня у нас рубрика пустые баночки. Очень много накопилось, огромнейший пакет. Итак, поехали! Что у нас здесь интересно? Интересно, у нас целая серия LF, вот эта с гиалуроном сиреневая, допользовали, но допользовали больше на Ксюшке, потому что мне не нравится эффект, что волосы вот слишком гладкие, слишком прилизные, то есть объем теряется абсолютно весь. Вот абсолютно весь. Даже если его совсем не было, они будут еще более прилизанными, но гладкие. Но гладкие, все отлично, разглаживает. Ну ура эта серия. Если волосы там вьющиеся, пористые, да, может понравиться, мне не зашло. Нет, я повторять однозначно точно не буду. Я вот на Ксюшке доиспользовала и слава богу, даже если использовала один шампунь без бальзама, все равно у меня прям ноль объема. Волосы просто прилизаны к голове. Причем это не жирность, это именно вот такая вот мега гладкость. Едем дальше. Фруктис. Вот этот понравился больше, но несмотря что это огуречная свежесть, укрепляющий шампунь для волос склонных к жирности, он тоже не дарил абсолютно никакого объема. Волосы с ним дольше чистыми не оставались. Все как обычно. Но очень неплохой уход, то есть он не пересушивает совершенно. Волосы свежие, как обычно через день мою голову, но я бы не сказала, что он для волос склонный к жирности. Для нормальных волос я бы его назвала. А так шампунь неплохой, очень даже. Два продукта от Гималая, откопала. Первый это питательный крем для рук с алоей. Очень многие девчонки его полюбили, он самый дешевый в фиксе. Лицо, руки, тело. Трещинки заживляют, вот девочки писали. По мне среднячок. Есть лучше, фаберлик есть лучше, гораздо лучше. Гладкие пяточки на ночь нанес, и все, у тебя ручки мягкие, все прекрасно. Вот по мне это такой средненький силиконовый кремушек. Не могу разделить вот таких прям восторгов. Неплохой, но чудес я никаких не увидела. И паста. Вот паста, да, она действительно творит чудеса Гималая. Она тоже, по-моему, есть в Фикси. Самый дешевый вариант я, по-моему, на Яндекс.Маркете брала. Именно вот эта сенситив, она действительно снижает чувствительность зубов, эмали, да, и надолго. То есть она потом не появляется. Очень понравилась. Сейчас вот вторую себе такую заказала. На рандеву, да, я беру. А сейчас там появилась Гималая, очень большой ассортимент. Вот. И взяла себе такую же вторую в использовании. Потому что, ну, вообще, вот как я начала ей пользоваться, дни через 10, абсолютно в ноль пропала чувствительность. Иногда возникало, бывало такое. И вот слышала о девчонках тоже отзывы хорошие. Реально помогает. Закончился вот такой вот шампунь для волос от Estelle. Насколько нам понравилась пенка для интимной гигиены, для лица. Для лица, пенка для лица, вот из этой же линейки. Вот шампунь для волос не понравился вообще. Я пробовала его и на себе. Причем он даже не ноль плюс, он три плюс. Он вообще не пенится. Вот он вообще не пенится от слова совсем. Ему так тяжело промыть волосы. Но он действительно промывает. И без какого-то там чрезмерного пересушивания. Здесь депантенол, вроде гиалуроновая кислота в детском шампуне. Он вообще не пенится. Поэтому нет, конечно, не повторю больше покупку. От Миланы мыло пенка вот такое закончилось. Я вот в эти дозаторы, потом я выбрасываю один, так как у меня есть еще два. Потом наливаю обычное жидкое мыло. Фаберлик, допустим, да? Ну, половинку где-то, чуть поменьше. И остальное доливаю водой. У меня получается точно-точно такая же пенка для рук. Можно абсолютно любое жидкое мыло, которое вы любите так разбавить. А вообще вот этот сливочно-фисташковое мороженое не очень понравился аромат. Больше всего понравился голубой. Но классные. Они ноль плюс. То есть ставишь, и всей семьей можно мыть. Можно как подмывашку использовать, там даже покупаться с ним. Удобный. И вообще формат пенки в последнее время очень-очень люблю и уважаю. Так, по кондиционерам. Что у нас тут есть интересного? Прям пустышек в этот раз просто тьма. Один, что ли. Это, не знаю, что это за бренд-то. Сио, Леона. По-моему, турецкий, если я не ошибаюсь. Упортеровый косметик. По-моему, турецкий. Здесь целых полтора литра. Это такой Ген. Брала тоже по рекомендациям девочек. Но мне совсем не понравился. Он, в принципе, бюджетный. Не сказать, что самый дешевый, но и недорогой. Аромат вот из флакона приятный. Нарисована белая роза. Цветочный легкий аромат. Розовый именно дужки нет. Я ее терпеть не могу. Но чтобы добиться того, чтобы на белье оставался аромат. А я люблю, когда он остается. И чтобы белье было мягким. Здесь не 60 стирек, а 20 будет с этими полутора литрами. Чтобы белье хотя бы было более-менее мягким. И хоть чуть-чуть аромат оставался на белье. Поэтому мне не понравился. Все-таки кондиционеры Фаберлик и кондиционеры Леон Арома Рич. Именно вот они крутецкие. Вот это все так. Балалайка. Так, дальше. Целых три средства от Вондер. Первое. Это я целым набором брала. Надо, кстати, повторить. Во-первых, бюджетно. Во-вторых, понравилось. Кожу не сушит. Никаких аллергий не вызывает. Это детская линейка. Детский эко-гель для душа. Два в одном дынька. Они все безумно ароматные. Безумно вкуснячие. Все хорошо пенятся. Хорошо моют. Кожу не пересушат. Мне очень понравилось. Вот очень. Эко-продукт. Не вижу здесь пометки. Ноль плюс или сколько плюс? Вот не вижу. Озорная дыня. Не раздражает кожу. Безоселестер. Наверное, ноль плюс. А может и нет. Нигде, кстати, пометки нет. Эко-пена для ванны. Здесь абрикосик. Непоседа абрикос. Вот такая. Очень хорошо все пенится. Объемы большие. За 600 с чем-то набор из 5 средств. Я помню, я брала. И эко-шампунь. Здесь у нас ягодная вечеринка. Он действительно ягодный, вкуснючий, классный, суперский. Где пометка по возрасту? Кстати, вот вообще не вижу, девчонки. Ее, в принципе, здесь нет. Но мы с Крис вот использовали. Ей будет только 3 года. Все отлично. Не тестируется на животных. Мягкие блестящие волосы для ежедневного. Ход 540 мл. То есть огромные объемы за такую цену. Вообще просто шикардос. Так, дальше у меня закончилась маска от Zaytune. Zaytune вообще интересный очень бренд. Немного что у него нравится. Это маска для лица. Она с кислотами. И она такая белая, кремовая, увлажняющая. Здесь фруктовые кислоты и АХА. Вот знаете, понравилась хорошая масочка. После нее на рандеву брала тон ровный. А личико такое увлажненное. Поры чистые. Кислоты здесь все-таки. То есть и антивозрастной очищающий эффект. И она сама такая кремовая, увлажняющая. Вот неплохая маска. Вполне себе можно было бы повторить. Тут по-русски ничего сзади нету. Поэтому больше вам ничего не скажу. Так, дальше. Ополаскиватель для полости рта. Это сплат. Очень спорный продукт. Потому что он травяной, противный. Я его допользовала. Больше у меня в семье его никто не взял. Написано 99% натуральных ингредиентов. Энергия растений для здоровья. Десен и зубов. Он травяной. И он очень противный. Потому что на вкус прям трава. Есть, конечно, там мятка такая. При этом, что он противно травяной. И он еще и мятно обжигающий. Не повторю однозначно. Мне не очень понравилось. А в семье у меня больше вообще никто его в руки даже не брал. Едем дальше. Вот такая вот мицеллярочка от Evelyn. Очень у них, кстати, хорошие мицеллярки. И вообще стоит копейки. 500 мл. Еле добила эту банку. Наверное, полгода добивала, честно. Не щиплет глазки. Идеально смывает макияж. Все отлично. Вообще никаких нареканий. Базовая классная мицеллярка. Она еще тут моментально увлажняет. Разглаживает кожу. Как напишут. Удаляет даже в достойке макияжа. Она для любого типа кожи. Даже для чувствительной написана. Она действительно очень хорошо своими функциями справляется. Но не надо, конечно, переборщили. Так. От Luxe Essence. Закончился гель для душа. У них гель для душа. Вообще, кстати, очень крутецкий. 300 мл. Слушайте, я, наверное, эту баночку... Хотя нет, у меня уже есть красивую. Я купила. Оставить хотела. Она хорошо подходит. Можно, кстати, снять этикетку и поставить в ванну. Она, то есть, минималистично смотрится. Очень красиво. Достаточно плотный пластик с удобным дозатором. Гели для душа у них парфюмированные. И это у меня был кофе. И это реально кофе. Это кофе, кофе, кофе. Восторг. Вот на утреннее применение. Мне безумно нравилось им пользоваться. У них классные гели для душа. Шикарными парфюмерными одушками. Ничего плохого сказать не могу. Кожу не сушат. Там, по-моему, в составе есть масла. Ухаживают. Так, маска тоже... Господи. От Гималай. От Гималай масочка вот такая тканевая. Хорошая. Понравилась. Маски, которые их пробовала тканевая, очень понравились. Тут сыворотки на всё тело хватает. Вот это вот с чем она тут? Оливка нарисована. Классные. Действительно классные. Неплохое лекало. Неплохое лекало. Кожу увлажняет. Всё супер. А вот это любимейшая маска. Экспресс-маска. Банька Агафья. Она есть в магнит-косметик. Она есть на маркетплейсах. Очень дёшевая. Иногда, периодически, бывает на озон. Она на утреннее применение очень люблю. Прям даже на ежедневной основе. Она круто освежает. Подсгоняет. А отёки с ночи, если где-то есть неровности какие-то. Ну, знаете, просыпаешься и тогда у тебя залом на лице от подушки или от руки. Бывает и такое. Вот это она всё дело подсгоняет. Выравнивает, приводит лицо в божеский вид. Она пощипывает. Это буквально длится 2 минуты. Вообще, это экспресс-маска. 5 минут достаточно. После 5 минут всё на ней работает. То есть, я вот это вот пощипывание, я его чувствую 2 минуты, дальше всё. Потом иду смывать. Это гелевый такой продукт. Больше гелевый. Полукремовый, полугелевый. Она такая непрозрачная. Вещь очень классная. Вообще, рекомендую, кто не пробовал, посмотрите. На утреннее применение просто шикардос, девочки. Так, дальше. Дейзики. Ой, ну фай, это, конечно, вообще... Аж передёргивает. Сейчас второй добиваю еле-еле. Очень яркая душка. Очень яркая. От пота защищают. Ну так, 50 на 50. Здесь написано вот 48 часов. Без солей алюминия. Ну вот поэтому и 50 на 50. Фиджи. Ну, задохнуться можно во время использования просто. Ну куда? Просто вся квартира потом вот в этом аромате. И соседние комнаты даже могут люди убегать, задыхаться. Перебор. Никогда не возьму больше. Рексоны вот эти люблю. Рексоны вот эти люблю. Когда есть акции по бюджетной цене, беру на рандеву. В основном. Потому что вот это стопроцентная защита. Как ни крути. Это прям классика. Так, дальше. Что у меня здесь? Вот как раз от Левраны подмывашка с чередой. Уже берём, наверное, третий флакон. Такой-то детская подмывашка. Ноль плюс. Пенка даже. Что как бы импонирует. Опять же, сюда можно потом какое-то детское мыло развести. И у вас получится пенка. Потому что я так Крис сейчас сделала. У них закончился ещё один флакончик. И я налила им туда фуберлик. Гель для душа банановый. Они очень любят его отдушку. Развела пополам с водой. И на выходе получается пенка. Отличненько. Здесь PH 5,5. Здесь отличный состав. Вообще, вот эта вот подмывашка от Левраны в рейтинге для деток. Прямо она на первых местах. Так, дальше что у нас тут? Лапочка. Два крема эмолента. Очень классные. Они совсем дешёвые для крема эмолента. Но они действительно в этом направлении очень хорошо работают. Это старые. Старая упаковка. Ноль плюс. А это новая, обновлённая. Сейчас они давно уже. Вот именно вот в таких вот баночках у них всё. Если такая вам встретилась, то скорее всего там срок годности плохой. Ну, где-то там на маркетплейсах или ещё где-то. Крем действительно эмолент. Крем действительно убирает сухость. Убирает шелушение. Его вот несколько раз в день нужно втирать. Именно в какое-то вот место, которое вам нужно. И всё. Просто у меня у Крис в том году было. В этом-то ничего нет. Аллергическая реакция как-то так выходила. Или ещё что-то. Пятнышки где-то на ножках могли быть. В течение дня вот несколько раз втираешь. Ещё вот денёчек и всё. И всё проходит. Другие кремы с этим не справлялись. Поэтому всё-таки как эмолент он тоже имеет место быть, если не запущены какие-то ситуации, то сработает. Так, дальше от Аравии. У меня маска-филлер, увлажняющая с гиалуроновой кислотой для лица. Вот такая вот. У них есть артикулы. Кстати, это А016. Неплохая кремовая маска. Среднячок. Вообще вот Аравия, по мне, это среднячок. И мне кажется, они немножко ценник задрали. Они немножко для своего качества задрали. Может быть, конечно, там составы какие-то безопасные, более-менее нейтральные. Верю, верю. Но ценник задрали. Часто бывают распродажи. Сейчас, кстати, вот идёт распродажа на Яндекс.Маркете. Я девчонкам когда вижу, всегда в Телеграм дублирую, ссылочку скидываю. Когда вот за 200 рублей можно взять, за 200 с небольшим рублей, да, дороже, но не вижу смысла. Сокращает глубину морщин. Ну ладно, преувеличили сильно. Эластичность кожи, ну чуть-чуть, может быть. Увлажнение хорошее. И на том спасибо. Переувеличено. Так, а это у нас уже с вами маска от Аликс Скин. Ночная. Ну то есть это крем ночной. Очень крутецкий. Ну вот очень крутецкий. У них ценник тоже, мама не горюй. Но у них работает косметика. Вот она действительно работает. Я пользуюсь, я вижу эффект. Я просыпаюсь, у меня шёлковая, мягкая личика после вот этой ночной маски. Использовала на постоянной основе, как ночной крем. На Валберис, на Зон они есть. Но не дёшево, сразу скажу, совсем не дёшево. Но работает. Вот тут не врут. Так, дальше. Что-то у меня тут в чём-то закончилась. Пудра Фокалюр, девчонки. Это классная пудра на самом деле. Наверное, маска тканевая пролилась. Здесь вот такой спонжик. Вот такая вот сеточка. Всё, она же своё и сжила. Кстати, пудра Фокалюр, вообще косметика Фокалюр. Китайская. Но ценник адекватный совершенно. И она очень классная. Мне вот нравится. Вот всё, что я пробовала, практически прям вот всё мне очень нравится. Очень-очень сильно. Так, дальше. Моя любимая тушь Volume Lashes от L'Oreal. Вот такая вот зелёненькая, с золотистой крышечкой. Беру всегда на родовую, потому что боюсь нарваться на подделку. Но сейчас уже в любимчиках у меня новинка Фоберлик. Поэтому L'Oreal пока, хотя ещё есть две штуки в запасе, лежит, ждёт своего часа. Они очень, кстати, похожи. Здесь силиконовая кисточка, она изогнутая. Она, у меня уже, видите, я здесь ограничитель вытаскивала зачем-то, не знаю зачем. Силиконовая кисточка, она изогнутая. Она очень круто ставит ресницы, создаёт эффект драмы, какой хотите. С первого слоя он будет естественный. Второй, третий слой можно создать эффект драмы, эффект наращенных ресниц. То есть почти до бровей. Вот сейчас похожий эффект, но тут ещё есть объём, а вот туши Фоберлик её нет. Они обе не отпечатываются. Но шикарный продукт, вот тоже вообще классно. Так, дальше. Единственная парфюмерная пустышка. Вообще просто вот единственная. Это мужа причём, не моя. У меня никогда она не кончится с моим обилием ароматов. Это мужской парфюм от Piziparish, от Cadipari. Они сейчас так называются. Хьюго Босс. Мужской Хьюго Босс. Вот очень класснючий. Я ему часто повторяю. Он прям потрясающий. Это такой лёгкий аромат, который подойдёт просто изумительно сейчас на весну, на летнее время года. Он насыщенный. Он держится на одежде и после стирки даже. Месяцами, девчонки. Вот мы на зиму убираем куртки, постираем. Я достаю их после лета, осенью. И они ещё пахнут этим парфюмом. Классный. Мне очень нравится его ощущать на мужа. Здесь какие-то цитрусовые, акватические нотки. Он такой достаточно свежий. 20+, от 20 до 50. В принципе, легко себе представляю. На любой возрастной категории. Прям суперский. Ссылку на P.D.Pari тогда оставлю под роликом. И промо-код тоже на 10% есть. Так, всё вроде. Всё вам рассказала, показала. Надеюсь, видео было полезно и интересно. Всех люблю. Целую. Всем пока-пока. Спасибо.